Всем привет! Каждый день команда Универньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В университетской клинике Казань состоялась уникальная операция. Состоявшийся форум Зеландов вновь стартовал на площадке КФУ. Какое новое испытание подготовил кадровый резерв? В КФУ состоялся городской открытый экологический форум школьников Зеланд. Темой образовательного форума стало изучение охраны растительных ресурсов. Подробности смотри в следующем сюжете. 29 января в концертно-спортивном комплексе Уник состоялся 18-й городской открытый экологический форум школьников Зеланд. Темой образовательного форума стало изучение охраны растительных ресурсов. Участие принимают учащиеся в 8-11 классах. Нам, организаторам, очень важно узнать, как вы провели 2017 год с точки зрения экологии. Год экологии и общественных пространств в Республике Татарстан. Немножечко похвалиться разрешите перед вами. В 2017 году городской детский эколого-биологический центр получил новое здание. Филиал «Экоцентр. Дом» называется. Мероприятие проводится с 2001 года и направлено на создание оптимальных условий для интеллектуального и творческого самовыражения школьников, содействия предпрофильной работе со старшеклассниками. Вот когда смотришь на все это наше прекрасное экологическое сообщество, понимаешь, что все это делается не зря. Все это делается во благо воспитания экологической культуры, экологического образования и создания и продолжения деятельности экологической в нашем городе, нашей республике, в нашей стране. Городской открытый экологический форум школьников «Зеланд» является ежегодным итогом работы школьников по проекту «Зеланд». Республика Татарстан активно работает со школьниками. В рамках проекта «Кадровый резерв» в школе номер 179 состоялось образовательное мероприятие. Какое испытание ждало шестиклассников, ты узнаешь в следующем сюжете. 29 января в школе номер 179 прошло образовательное мероприятие «Татарстан. Территория возможностей». Цель проведения – формирование гражданского самосознания у школьников Республики Татарстан. Мероприятие направлено на то, чтобы воспитать патриотические чувства, чтобы ребята смогли показать свои знания в области географии Татарстана, истории Татарстана, в области культуры, спорта и так далее. Мероприятие проходит в рамках республиканского проекта «Кадровый резерв». Основная цель проекта – активизация молодежи, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшее их продвижение в различных общественных сферах. «Кадровый резерв» – это республиканский проект республиканского масштаба, и его целью является отбор и работа с ребятами, которые находят свою целью в жизни, работу для развития, для продвижения Республики Татарстан и ее интересов. На мероприятии была проведена игра-викторина для школьников шестых классов. Она состоит из трех блоков. Республика Татарстан вчера, проверка знаний по истории и культуре Татарстана. Республика Татарстан сегодня, видео-вопросы от иностранного гостя Казани, представителя молодежного движения Германии. И Республика Татарстан завтра, информации и вопросы о стратегиях развития республики и предстоящих крупных спортивных и культурных мероприятиях. В мероприятиях не классно-урочной системы, а именно такого неформального характера, где они могут свободно совершенно задать вопросы, пообщаться, выставить какие-то свои мнения, предположения, они приносят очень хороший результат. Потому что ребята понимают, что они значимы для того места, где они живут, они значимы для того города, они могут что-то делать сами, внести какой-то свой вклад. Среди гостей жюри соревнования были заявлены представители Министерства образования Республики Татарстан, руководители IT-академии в сфере высоких технологий IT-парка, профессора Казанского федерального университета и многие другие. Артем Тупичкин, Леонард Авлетяров, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета посетили представители Генерального консульства Исламской республики Иран. Чем закончился визит, расскажет Олег Кашин. Елабужский институт Казанского федерального университета посетили представители Генконсульства Ирана в Казани. Директор института Елена Мерзон познакомила членов делегации с современным развитием вуза, а также рассказала о международных проектах института, которые пройдут в ближайшем будущем. В апреле у нас международное психологическое чтение, и если господин Бали это интересует, мы можем персонально приглашать. В апреле международная психологическая конференция. Вопросы ислама, языка, Истония. Тогда, конечно, было очень хорошо. Спасибо большое. В Казанском федеральном университете по программе подготовки к поступлению в российские вузы занимаются более 30 человек из Ирана. За круглым столом эти студенты встретились с представителями своей страны, чтобы поделиться проблемами и задать свои вопросы. Оценить аудиторию учебно-научной лаборатории члена делегации смогли на экскурсии. Господин Акбали, руководитель генерального консульства в Казани, отметил уровень материального обеспечения. По его словам, это поможет студентам стать квалифицированными специалистами. В завершении визита делегация осмотрела общежитие, в котором живут иранские студенты. Здесь имеется высокий потенциал для дальнейшего сотрудничества и для того, чтобы иранские студенты обучались в Казанском федеральном университете. Наши отношения находятся в рамках более крупных отношений между Исламской республикой Иран и Татарстаном. Я желаю руководству университета преподавателям и студентам успехов в дальнейшей работе. Стороны обменялись контактами для старта плодотворного сотрудничества в научно-образовательной сфере и укреплении международных отношений. Аля Кашин, Ильшат Ахмадеев, Айдар Салихов, Универньюз. Врач Национального медицинского исследовательского центра города Санкт-Петербург провел мастер-класс для казанских докторов. Как проходил мастер-класс и чему на нем научились татарстанские специалисты, вы узнаете в следующем сюжете. В университетской клинике Казанского федерального университета начал свою работу мастер-класс методики эндоскопической диссекции в подслизистом слое. Мастер-класс представляет собой медицинские операции. Они проводятся у пациентов с диагностированными злокачественными подслизистыми образованиями желудка и пищевода. Мастер-класс посвящен эндоскопической хирургии. Достаточно современное направление работает сейчас. Если раньше эндоскопия ограничилась осмотром, это гастроскопия, полоноскопия, бронхоскопия. Сейчас идет огромный шаг вперед и возможно удалять опухоли не только маленькие полипы, как раньше делали, но и большие. Мы уже выходим за пределы органов при помощи этих методик. Мастер-класс Олега Ткаченко позволит казанским врачам не только перенять опыты нагородних специалистов, но и поучаствовать в операциях самостоятельно. Татарстанские клиники способны диагностировать заболевания, однако до операции дело доходит не всегда. Что касается диагностической эндоскопии, она широко развита и практически есть в любом лечебном учреждении. Что касается оперативной эндоскопии, то в нашем учреждении количество оперативных мешайцев, которые мы делаем в соотношении, составляет порядка 60%. И действительно крупные лечебные учреждения должны быть настроены на выполнение серьезных, больших тематических задач, в большей степени на оперативную деятельность, нежели на диагностику. Хирургическое лечение выполняется с использованием эндоскопического и ультразвукового оборудования. Также для участников мастер-класса из операционной велась онлайн-трансляция в конференц-зал университетской клиники. Артем Тупичкин, Адалия Шамилова, Роман Самарин, Универньюс. Первый общегородской день студента отметили в Елабуге. О массовых гуляниях, народных забавах и о том, как отдыхали студенты, расскажет Олег Кашин. Елабужский институт Казанского федерального университета отметил Татьянин день. Этот праздник является профессиональным для всех студентов нашей страны, ведь именно 25 января признана Днем студента. Студенты Елабужского института на праздники были не одни. Вместе с ними на главную площадь города вышли все студенты Елабуги. Соблюдая традиции, на площади развернулись народные игры и забавы, в которых принимали участие не только студенты, но и директора пяти учебных заведений города. Очень вас люблю, люблю Елабужский институт и безмерно горжусь, что когда-то стала его студенткой, потом выпускницей. Я сейчас с любовью работаю и служу своему родному вузу. С праздником, дорогие друзья! На общегородском празднике не забыли и про студенток Татьян. В этот день подарками чествовали именинниц, которые отличились инициативностью, упорством и лидерскими качествами. Недавно мы закрыли сессию, и я поняла, что студенчество, помимо учебы, экзаменов, это еще и веселье, это еще и народ, праздники и всегда хорошая компания. Первый общегородской день российского студенчества в Елабуге завершился танцевальным флешмобом. Олег Ашин, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипаил, Файдар Салихов, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok